Что будет с долларом? У нас традиционно всех это волнует. Сейчас очень интересная ситуация, поэтому я решил снять видео на эту тему. Я торгую в основном индексом РТС. Долларом я не торгую, но индекс РТС это то же самое, что доллар, только наоборот. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Но для начала я хотел обрисовать, какие факторы влияют на соотношение рубля и доллара. В последнее время американцы очень много печатают доллары. Трамп сказал, что надо печатать доллары, надо КУЕ и так далее, для того, чтобы оживить экономику, которая страдает из-за коронавируса. Люди страдают из-за коронавируса, чтобы не было социальных волнений, они им при Трампе раздавали деньги. Собственно говоря, демократы говорили, что денег раздают мало, поэтому американцы печатают деньги, раздают людям. Что делают люди с деньгами? А люди с деньгами делают следующее. Они привыкли, что деньги надо вкладывать куда-то, инвестировать и уж точно не в банк. Потому что в банке деньги не растут, и они вкладывают их в фондовый рынок, поэтому индекс S&P 500 в последнее время постоянно рос. Потому что печатают деньги, и эти деньги идут на фондовый рынок. Фондовый рынок растет, S&P 500 растет. Но нам-то что с того? Потому что это у них в Америке, с одной стороны, вроде бы, да? Но с другой стороны, часть этого пирога достается и нам. Почему? Потому что, смотрите, наша экономика составляет в районе 2% мировой экономики. И есть фонды, которые вкладывают, скажем, в развивающиеся страны. А это в том числе и Россия. Как они вкладывают в развивающиеся страны через фонды типа MSCI Russia. MS это Morgan Stanley. И значит, вот MSCI Russia, они следят за крупнейшими российскими компаниями и вкладывают в соответствие с их долями в экономике. Соответственно, вот американцы вкладывают в MSCI Russia. Это вот, ну как бы, один поток. Еще один поток. Значит, смотрите, американцы вкладывают в основном-то не в фондовый рынок, а на самом деле они вкладывают в фонды. И, ну, больше доверяют фондам, потому что там есть управляющие этими фондами, и пусть они уже там покупают эти акции. Так как они считают нужными им, в частности, вот в MSCI Russia. Вот. Но крупнейший держатель американских денег, это, скажем, ну, пенсионные фонды, мы знаем. И один из крупнейших, ну, самый крупнейший в мире это BlackRock, а в BlackRock тоже своя политика. А политика у них следующая, что деньги надо сохранить, то есть, если, значит, ну, они распределяют их по всему миру, соответственно. И если доля, скажем, американского фондового рынка выросла, они ее искусственно, значит, уменьшают. То есть, они продают американский рынок и вкладывают, раскладывают там по всяким китайцам, бразильцам. И в том числе России тоже достается. Вот это вот еще один фактор. То есть, от S&P 500 нам достается кое-что. Наша доля от этого пирога. Это важно. Вот. Теперь дальше. Смотрите. Нефть. У нас основной экспортный товар это нефть. И доллары к нам идут за счет нефти. И когда мы продаем нефть, мы получаем доллары, поэтому нам выгодно, чтобы курс доллара к рублю был низкий. Тогда у нас все хорошо с бюджетом и не надо мучиться над тем, как формировать его. И поэтому нам выгодно, чтобы рубль был низкий. Почему нам еще выгодно, чтобы рубль был низкий, слабый? Потому что, если рубль будет сильным, то есть, я за то, чтобы рубль был слабым. Почему? Потому что, если рубль будет сильным, то мы и так уже, посмотрите, на чем мы ездим, на каких машинах. На импортных в основном. Какими товарами мы пользуемся? Импортными. Мы предпочитаем импортные товары. Если у нас рубль усилится, то наша промышленность вообще, так сказать, не нужна. Нам в принципе не нужна, потому что мы можем продавать нефть и покупать все остальное на Западе. И Запад будет счастлив, потому что он это и хочет, на самом деле, чтобы рубль стал сильнее, на самом деле. Потому что тогда все, мы будем покупать западные товары, они будут счастливы. А наша промышленность, естественно, загнется тут же, и они тоже от этого будут счастливы, потому что нафиг им наша промышленность. Вот. И, соответственно, наше правительство, наше руководство страны ослабляет рубль для того, чтобы было выгодно производить нам наши товары, чтобы наших товаров было больше, в частности, сельское хозяйство, одежда и так далее. Чтобы производилось все-таки у нас побольше. И чем ниже будет рубль, тем больше российских товаров мы с вами будем покупать. Вот. И поэтому Центробанк и правительство, они, в общем, заинтересованы тоже в слабом рубле. И поэтому скупают доллары на рынке, во-первых. Во-вторых, есть бюджетное правило по нефти для того, чтобы ослабить зависимость рубля от нефти. Есть бюджетное правило, то есть там какое-то, значит, если нефть будет выше, чем 40 долларов за баррель, то эти деньги извлекаются. И куда они деваются? Фонд национального благосостояния скупаются доллары. И складывается фонд национального благосостояния для того, чтобы наша промышленность не загнулась. Это нормально, и это правильно, и это хорошо. Последнее время. Давайте посмотрим уже на нефть. Что происходит с нефтью в последнее время? Ну, давайте дневной график включим. И мы видим, что в последнее время нефть росла, начиная с мая месяца 2020 года. Вот она подросла, выросла до 44, до того уровня, который у нас считается целевым. Как бы вот 40 долларов за баррель. А потом начала дальше расти. Почему? Потому что страны ОПЕК ограничили добычу нефти, ограничили экспорт нефти, и для того, чтобы цены на нефть совсем не свалились, потому что тогда вообще караул будет. И потихонечку начинает восстанавливаться промышленность, потихонечку начинает что-то оживать, и спрос на нефть начинает расти, цены на нефть начинают расти. Поэтому, значит, цены на нефть начинают расти, доллары в Россию начинают прибывать все больше, и американцы для того, чтобы были доллары, они их печатают. А нам печатать не надо, потому что доллары идут к нам сами за счет нефти, и нам только остается их, ну, как бы, применять, покупать, выкупать. Вот, не раздавать же их людям, потому что люди иначе бросятся покупать импортные товары и поддерживать иностранных производителей, а это нам не надо. Вот, и вот такие факторы. То есть у нас, в общем-то, печатать особенно не надо. Да, а если перестараться с ослаблением рубля, то, собственно говоря, начнется инфляция, и тогда придется уже печатать рубли, что тоже не айс. Вот, и поэтому, значит, вот такие факторы. Теперь, что будет в ближайшее время? В последнее время к власти пришли демократы, и есть такое, ну, тревожное ожидание санкций. Что будет, если будут санкции? Если будут санкции, значит, ну, самая жесткая мера, это американцы могут запретить крупным фондам, крупным держателям, таким как BlackRock, держать средства в ОФЗ. То есть, ну, есть варианты такие, не покупать российские ОФЗ новых выпусков, это, как бы, вот одна из мер, а вторая, просто не держать. Тогда, если вот вторая мера, то фонды будут вынуждены продать те ОФЗ, которые у них на балансе, и уже это обвалит резко рынок ОФЗ, и это резко обвалит рубль. То есть, если санкции будут, то, тревожное ожидание санкций идет, то, в общем, рубль обвалится. Кроме того, ну, их могут обязать выйти из этих, ну, продать акции, скажем, каких-то компаний, что тоже обвалит рубль. Теперь дальше. Еще один момент. Смотрите. Акции российских компаний, ну, американцы, в общем-то, не секрет, что они не заинтересованы в том, чтобы наша промышленность росла, и поэтому применяют санкции выборочно еще и к некоторым российским компаниям под предлогом того, что они, значит, там вмешиваются в политику США, и так далее, и так далее, там какие-то, вот. Ну, и ограничивают рост, естественно, российской экономики, и запрещают российским компаниям покупать западные технологии по всему миру. Кроме того, там Северный поток-2, значит, палки в колеса вставляют по-всякому. Ну, и при этом говорят, что ничего личного, это только политика. На самом деле, я считаю, что это экономика. Вот. И поэтому, значит, в ожидании санкций рубль на ожиданиях немножечко приспускается. Вот. И, ну, а цены растут, на самом деле, на нефть. Понимаете, да? То есть, есть два, то есть, есть ожидания санкций, есть нефть растущая. Теперь, что происходит в последнее время? Смотрим с нефтью. А нефть выросла до, вот посмотрите, она выросла до 67 долларов за баррель. Вот она уже была на этом уровне 26 июня, видите, да, 19-го года. В 19-м году, 10-го июля, тоже 67 долларов за баррель. Потом она опускалась, снова поднялась уже в сентябре до 67 долларов за баррель. Потом она в январе 20-го года до 67 долларов за баррель вырастала. Потом наступил коронавирус. Все, грохнулось. Вот. Там надо спасать. Спасайся, кто может. И вот она снова выросла до 67 долларов за баррель. Почему это важно? Потому что от 60 долларов за баррель начинает выгодно становиться сланцевая нефть. И американцы начнут наращивать. Поэтому вот это вот, ну, достаточно естественный предел по цене на нефть. И поэтому цена на нефть больше уже не должна расти. И фактор прибывающих долларов за счет нефти, он уйдет. То есть все, он уже сыграл свою роль. Санкции еще не начались, но ожидание санкций тоже и играет свою роль. И теперь давайте уже к рублю переходим. Смотрим на рубль. Вот что у нас с рублем. Посмотрите, то же самое. Апрель 20-го года рубль был 77 рублей за доллар. Потом, значит, он поднимался осенью. Уже выше даже, чем 70-80 рублей за доллар. И вот сейчас он снова раз, два, три пика на уровне 76,5 рублей за доллар. Понимаете? И вот посмотрите. Вот сейчас я немножечко увеличу масштаб. Или уменьшу. Вот так вот, короче говоря, сделаю. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. И здесь достаточно отчетливо видно, что в последнее время, начиная с ноября, буквально месяца прошлого года, рубль к доллару находится вот в этом диапазоне от 76,5 рублей за доллар до 72 рублей за доллар. То есть он находится в узком коридоре достаточно, ну как узком, широком, 73,5-76,5 рублей за доллар. И все достаточно стабильно, полный стабилизец, все хорошо. У нас, блин, мир, дружба, жвачка. Но вот в последнее время на санкциях рубль начинает ослабевать, доллар начинает расти. Что я ждал? Я ждал, что рубль начнет, ну то есть он вот подрос доллар, да, и я ждал послания президента федеральному собранию. Когда же его объявят, потому что что будет в этот момент? В этот момент я ожидал, что Путин объявит, ну у нас выборы в сентябре. И я думал, что главная часть будет посвящена выборам, судя по всему. И для того, чтобы за Единую Россию голосовали, а Единая Россия, мы знаем, поддерживает Путина, то, соответственно, Путин должен объявить, что, значит, меры поддержки, социальной поддержки населения, там бла-бла-бла, значит, мы хотим, чтобы все люди были богатые, значит, наши, чтобы, ну, отец родной заботится о наших людях, и поэтому он однозначно должен был увеличить пенсии, значит, дать каким-то матерям, я не знаю, что там, ну, какие-то деньги должен выделить на социалку. И это должно было вызвать, что? Должно было вызвать, соответственно, рост индекса РТС и рост инфляции, соответственно. Вот, потому что, ну, цены должны вырасти, по идее. Вот, и я ждал вот этого события, вот, оно еще не состоялось, все откладывали, потому что обычно оно либо в январе, либо в феврале происходит, все откладывали, 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 я не буду вдаваться в причины, почему откладывали, но, наконец-то, объявили, что послание будет 20, сначала 2 апреля, потом 21 апреля, потом уже 22 апреля, Путина пригласили, насколько я понимаю, на саммит по климату, и поэтому перенесли на один день раньше. И что будет в этом послании? А вот, что происходит сейчас? Сейчас мы знаем, что немножечко идет в другую сторону все. Я-то ожидал, что будет, как бы, поддержка населения, там, все хорошо, ребята, все у нас будет классно. А у нас сейчас войска идут на юг Украины, и какой-то вот, то есть, для того, чтобы повысить рейтинг, мы помним, что когда Крым стал наш, не буду говорить там как, вот, рейтинг Путина резко возрос. Вот, и, ну, для того, чтобы поднять рейтинг, можно, во-первых, затратить деньги и дать деньги людям, это с одной стороны, но с другой стороны, маленькая победоносная война очень здорово поднимает рейтинг, и мы все будем, значит, все в шоколаде, мы тут захватим весь мир и так далее. Значит, и вот на этой военной истерии есть надежда, что рейтинг Путина поднимется, и поэтому не надо ничего давать населению, население будет и так любить Путина, и проголосует за единую Россию. Вот, ну, это мое личное мнение, если вы не согласны, напишите, пожалуйста. Вот, но факт остается фактом, войска концентрируются, нагнетается какая-то истерика, и, судя по всему, ну, как бы вот в этом направлении все идет. То есть, соответственно, в послании к федеральному собранию будет одно из главных целей, это то, что мы находимся во враждебном окружении, что нам надо, значит, там что-то делать, что Украина, значит, там наших русских или русскоязычных там притесняет, и это, во-первых, во-вторых, в Крым это очень важно, в Крым перекрыли воду, Крым, вода в Крым не поступает, это очень-очень важно. Крым превращается в пустыню, а украинцы перекрыли канал, по которому поступает вода в Крым. Ну, это, во-первых, во-вторых, значит, часть Украины это Азовское море, и они туда, чтобы попасть, проезжают под нашим Крымским мостом, что тоже, в общем-то сказать, ну, как бы раздражает немножечко, поэтому нехило было бы, значит, захватить вот эту южную часть Украины, то есть, соответственно, ну, взять и открыть этот канал, просто войти, войти, ввести войска, значит, захватить эту часть Украины, чтобы Крым снабжался водой, во-первых, а, во-вторых, корабли эти не будут мельтешить там под Крымским мостом, и вообще, значит, снять этот вопрос вплоть до Одессы. Есть такое, как бы, ну, предположение, и кажется, под ним есть основание. Ну, вот, тем более, что, ну, там тоже русскоязычные, мы тоже их хотим защитить. Вот, насколько я понимаю, в сторону Харькова никто войска не концентрирует, все сконцентрировано в районе Мариуполя, который находится на Азовском море. Вот, поэтому, поэтому я уже не жду, что будут раздавать рубли, и что, так сказать, будет какой-то вот рост, а скорее будет эскалация этого конфликта, потому что Путин хочет показать, что вот он такой крутой, значит, там, ну, и вообще у нас все сейчас со стороны силы, как бы, рассматривается все, то есть мы всех там укатропупим, поэтому, поэтому, поэтому будут жесткие санкции, судя по всему, то есть, поэтому я жду, что в федеральном, в послании к федеральному собранию Путин, ну, как бы, уже есть предположение, что попросит Совет Федерации дать разрешение на ввод войск на территории иностранного государства, соответственно, Матвиенко уже сказала, что на следующий день она готова собрать Совет Федерации и дать это разрешение, соответственно, значит, тут пойдут вся вот эта заваруха с патриотическим угаром, и, соответственно, рейтинг Путина на какое-то время поднимется, он надеется, что до выборов это продержится, ну, понятно, что если мы захотим захватить там часть Украины, то мы ее захватим, то есть силы-то у нас хватит, она преобладает, но это будет нелегко, во-первых, во-вторых, значит, то есть это пойдут трупы, пойдут гробы в Россию и пойдут просто адские санкции, потому что, ну, Америка-то вряд ли вступит в войну, как надеются украинцы, вряд ли это произойдет, но санкции будут абсолютно жесткие, то есть это не просто там облигации они продадут, а то есть вообще полный запрет, там, свифт и так далее, то есть мы и нефть перестанем продавать, и вот тут наступит, ну, полный пипец, в общем-то, всем, вот, ну и тогда уже доллар к рублю будет там и не только 80, но и 100, и 150, там, все что угодно может быть, хоть в три раза, потому что, ну, вот эти все, смотрите, MSCI, значит, Russia, значит, там, BlackRock'и все выведут все свои деньги из облигаций, где там 30%, между прочим, принадлежит иностранцам, то есть это обвалит рубль, с одной стороны, с другой стороны, MSCI, Russia, значит, они оттуда деньги заберут, потому что нахрен это нужно, потому что, ну, понятно, что экономика рухнет, потому что, так сказать, если отключат от свифт, то все рухнет у нас, вот, и тут же начнет расти, но уже, судя по всему, без Путина, вот, потому что начнутся сильные социальные волнения и так далее, в общем, об этом даже думать не хочется, вот, что я считаю, ну, я надеюсь, что все-таки ничего не произойдет, просто идет игра мускулами, что никто не решится, и, ну, естественно, в нашем руководстве тоже понимают, что будет вот так, вот, ну, есть там силовики, которые все привыкли решать силой, и мы сейчас всех скрутим, а что дальше, так сказать, там видно будет, но, что было после того, как мы, после воссоединения Крыма с Россией, что было? Ну, были санкции, была, так сказать, масса всего интересного, и понятно, что развитие России экономическое сильно замедлилось, и мы за это очень здорово уже заплатили. Какая цена будет за захват южной части Украины, ну, даже страшно представить, я думаю, что и там это все тоже понимают, ну, посмотрим, что будет. Поэтому ждем послания Путина, осталось недолго, уже две недели всего, до 21 апреля, и посмотрим, какие же темы будут главные. Ну, а пока идет подготовка к этому посланию, то, соответственно, какая-то часть информации просачивается, мы просто смотрим, либо нагнетается военная истерия, либо она пойдет на спад. Тогда есть надежда, что будет все хорошо, ну, и тогда, соответственно, и нефть будет продаваться, и с рублем будет все в порядке, тем более, что нормальная цена за доллар, а за рубль соотношение, ну, это где-то, ну, не выше, чем 72 рубля за доллар. Вот так я считаю. Ну, вот это мои суждения. Я уверен, что многим там может не понравиться некоторые мои вещи, напишите. Я старался подбирать слова, как вы заметили, потому что, ну, вы же понимаете, что все-таки я нахожусь в публичном пространстве, и я просто это вынужден делать. Во-первых. Во-вторых, ну, политика меня интересует только поскольку меня интересуют, скажем, курсы, так сказать, РТС. Да, кстати, про РТС. Ну, давайте посмотрим. РТС то же самое, что доллар, только наоборот, вы видите, вот он раз стукнулся, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Ну, то есть, если событие пойдет по негативному сценарию, то индекс РТС пойдет вниз. Если возобладает, ну, как бы, более-менее мир, то, соответственно, он пойдет вот сюда, до уровня 146, потому что, ну, акции поддержат, и так далее, и так далее. Поэтому я наблюдаю за курсом рубля с точки зрения индекса РТС. То есть, я хочу, чтобы экономика развивалась, и у меня акции российские куплены, вот. Но если они попрут вниз, то они попрут вниз, ну, хорошо так пойдут вниз. Вот. Очень хорошо пойдут вниз. Поэтому, поэтому вот так. Ну, напишите еще раз, что вы думаете, поэтому сейчас лайк. Спасибо за внимание, и до встречи. С вами был Демитков Юрий. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...